В эфире РБК региональный блок новостей. Мы обещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. С начала года в республике построили почти 200 новых объектов придорожного сервиса. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания членов правительства и глав муниципалитетов под председательством Андрея Назарова. Инвестиции в это направление в этом году оценивается в 1,2 млрд рублей. Модернизировали 219 действующих объектов с общим объемом инвестиций в 350 млн. Также Андрей Назаров отметил, что по созданию на территории республики многофункциональных зон дорожного сервиса удалось выстроить эффективное взаимодействие с Федеральным дорожным агентством и управлением при Урале. 20 новых объектов размещены вдоль автодорог федерального значения, 65 регионального, межмуниципального 60 и 28 местного значения. Поручение следующее. Администрация муниципальных районов городских ОГО обеспечить в 2023 году достижение установленных слегопоказателей, обозначенных в концепции развития придорожного сервиса. Организовать взаимодействие с инвесторами по вопросу применения в общем стилистическом облике объектов придорожного сервиса элементов национальной идентики. Второе. Министерство торговли и услуг совместно с администрацией муниципалитетов обеспечить подготовку информации по возможным локациям для размещения планиров модульных конструкций, представление качественных фотоматериалов при формировании ежеквартальной отчетности по вводу новых и модернизации действующих объектов придорожного сервиса. Также министерство торговли и услуг. Вот те поручения, которые я уже в процессе сказал. Это создать реестр инвесторов, которые готовы работать на других локациях. Не только там, где они уже это делают. Ранее Андрей Назаров презентовал председателю правительства страны Михаилу Мишустину концепцию развития придорожного сервиса в Башкортостане. Руководитель правительства России высоко оценил усилия республики и поручил тиражировать опыт на другие регионы. За 9 месяцев с начала года на дорогах Башкортостана произошло больше 2500 аварий. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел Радий Хабиров. Начальник управления ГИБДД по республике Владимир Севастьянов сообщил, что число погибших в ДТП за этот период снизилось на 8,7%, а пострадавших на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В числе аварий столкновения авто и наезды на пешеходов. При этом 266 ДТП совершили водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Владимир Севастьянов также обратил внимание на рост числа аварий с участием несовершеннолетних, а также из-за управления неисправным автомобилем. Мы уделяем этому вопросу безопасности движения самое серьезное внимание. Есть определенные успехи, есть определенные проблемы. Хотелось бы, что все-таки аварий и, самое главное, смертельных случаев на наших дорогах было меньше. Эта работа очень многоплановая, она зависит от многих факторов, от состояния дорог наших, от дисциплинированности участников дорожного движения, от профилактики правильного поведения на дорогах и от очень большого ряда факторов. В числе предлагаемых мер – установка и замена знаков и светофоров, устройство систем освещения и пешеходных дорожек, устранение дефектов асфальта, нанесение разметки, а также установка автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД. В особой экономической зоне Алга планируют создать торгово-логистическую базу для сотрудничества России и Китая. Об этом сообщили в корпорации развития. Предполагается, что центр будет создан в рамках программы развития Великого Шелкового Пути. Условия реализации проекта обсуждались в ходе переговоров между представителями Китайского и Европейской Ассоциации Технологического и Экономического Сотрудничества и управляющей компанией ОСАЛГА. Ранее представители ассоциации уже посещали республику для ознакомления с ее инвестиционным потенциалом и теперь вернулись с новым предложением. Помимо открытия торгово-логистической базы, партнеры также заинтересованы в возможности поставок продуктов питания от башкирских производителей в Китай. Китайские партнеры отмечают, что именно ОЛГА стала первой в списке площадок, подходящих для размещения торгово-логистической базы за счет комфортного географического расположения и обеспеченности всей необходимой инфраструктурой. По итогам переговоров участники встречи договорились о дальнейшей проработке возможности реализации проекта в особой экономической зоне. Напомню, сейчас в Китае проходит форум «Один пояс, один путь», в котором принимает участие президент Владимир Путин. Обсуждаются двусторонние сотрудничества Москвы и Пекина, в том числе меры по наращиванию взаимного товара оборота. В Ашкортостане ускорят работу по переходу на экономику замкнутого цикла. Соответствующее поручение дал глава регионального кабмена в ходе совещания в правительстве республики. На заседании с участием глав администрации городов и районов обсудили вопросы внедрения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, с января следующего года вступают в силу изменения в положении федерального закона. А с начала 2027 года производители и импортеры упаковки будут обязаны обеспечивать их полную утилизацию. При этом в 2026 году норматив по переработке составит 75%, а в 2025 – 55%. Все регионы должны принять программы по переходу на экономику замкнутого цикла до 25 января 2024 года. В Башкортостане это требует не только усилия одного министерства, не только Министерства природопользованной экологии, но и, в общем-то, всех республиканских органов по власти, которые курируют отрасли, в деятельности которых образуются отходы, подлежащие утилизации. Времени на разработку такого масштабного проекта мало остается. Поэтому необходимо здесь ускориться и усилить работу в этом направлении. В ходе совещания остановились на системных проблемах в регионе. Среди них организация сбора и вывоза веток, отсутствие договоров между садовыми товариществами и региональными операторами. Также рассмотрели вопросы передачи неразграниченных земельных участков муниципалитетам для ликвидации свалок и мер по заключению контрактов с юрлицами в зоне номер 2. Напомню, к данной территории относятся Агидель, Нефтекамск, Кабураевский, Болтачевский, Илишевский, Мишкинский, Татышлинский и другие районы. Андрей Назаров поручил профильным ведомствам усилить работу в этом направлении и подготовить отраслевые программы по вовлечению вторичных ресурсов и вторсырья. Предприниматели республики получили микрозаймы на 20,5 миллиона рублей по онлайн-заявкам. Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана. Так, местный производитель хлебобулочных изделий получил 2 миллиона 600 тысяч рублей на покупку оборудования и сырья. Деньги предоставили на 3 года по ставке 6% годовых. Еще один предприниматель оформил беззалоговый заем на 500 тысяч под 7%. Сервис подбора получения микрофинансирования заработал с 25 сентября на цифровой платформе МСП РФ. Его разработкой занималась корпорация МСП при поддержке Минэкономразвития. Через платформу предприниматели и самозанятые направляют заявку и пакет документов. Заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров. Срок рассмотрения документов составляет до 5 дней. Отслеживать статус заявки представители малого и среднего бизнеса могут в сервисе без посещения башкирской микрокредитной компании. Об этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами пока.